привет друзья привет меня зовут Денис Борисов и по заведенной традиции сейчас я буду отвечать на ваши вопросы которых накопилось я надеюсь много но мне очень хочется это верить да 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 привет 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 всем но для начала я хочу сделать объявление объявление мы все умрем ладно я хочу сделать объявление по поводу нового формата сайта fitforlife.ru раньше это был персональный блог я обещал что он будет работать в виде конференции спасибо все кто делится трансляция даже Диса Борисов спасибо и кто лайки мне фигачит тоже всем спасибо да давай давай иди спать отдыхаем я понимаю им то самое сайт запустился в общем-то смотрите как это все выглядит то есть сайт у нас теперь виде такой масштабной конференции для тех кто ни разу не видел смотрите у нас есть в общем два основных раздела это раздел форум в котором три больших направления это форумы по телу форумы по разуму и форумы по эмоциям например раздел тела там находится у нас бодибилдинг тушку на просушку физуха для единоборств питание добавки конечно же фармакология и женский фитнес и фигура разум это бабла руб как работать с тренером отношении секс саморазвитие так далее тут есть возможность обсуждать любые темы любые вопросы по указанным направлениям второе направление это вот блоги это персональные блоги каждый из вас если есть чем поделиться если есть какая-то полезная информация которую можно систематизировать виде статьи может в персональных блогах оставлять эти статьи самые интересные из них они в конце концов будут попадать на первую страницу вот видите где интересно вот у нас уже два человека попало сюда топ 6 факторов оказывающих на нас влияние и в погоне за баблом счастье смысл жизни начало видите вот это вот мое объявление моя статья а следующий же двое наших амрадов вот такой вот формат я надеюсь он будет интересный и каждый получит от него какие-то преимущества по 40 50 яичных белков да можно ничего плохого от этого не будет в пике формы я сейчас пике формы я себя так офигенно чувствую я такой подвижный стал такой знаете легкий но быстрый написать хорошее резюме то ты посмотри какие есть хорошие резюме посмотри на прототипы и повторим какие выпуски ты каких выпусках говоришь допустим если говорить про видео выпуске видео сюжета не выходит практически каждый день новый если говорить про рассылку подполья я думаю она будет выходить раз в неделю раз две недели в среднем то есть как только будет накапливаться материал я буду из него верстать рассылку ну в общем-то отправлять оповещение на почту насчет секса в 16 лет ну секс это вещь хорошая даже в 16 лет есть очень интересная статистика по поводу секса считается что чем более умные люди тем позже они начинают заниматься сексом я вам клянусь то есть это не я придумал реальная статистика то есть исследовали успешных и умных людей по жизни и большинство из них у них секс был первый раз именно в университете в институте то есть как правило люди более умные они менее зациклены на сексе и лишаются действенности позже чем менее умные вот такая вот есть интересная статистика вес набирать то что зачем набирать вес люди вон наоборот во всем мире переживают как вес скинуть а ты говоришь набирать грузчику метан ну я бы метан для того чтобы таскать грузы и не стал бы есть если же человек занимается спортом хочет достигнуть там какого-то прироста мышечной массы то тогда ему можно есть метан и неважно грузчик он или там офисный планктон мясо считается после приготовления то есть уже в уваренном виде считается то есть извешивать надо не до а после пролив сталина что знаешь пролив сталина я такой не знаю побороть страх начать бизнес надо пробовать хотя бы с малого начинать то есть страх в чем страха нет 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 просто особо особо сильного желания у тебя вот если было бы очень сильное желание это бы взял и сделал попробуй написать на бумаге какой-то набор простейших действий постепенный который нужно будет реализовывать и каждый день хоть по чуть-чуть начинать двигаться в этом направлении эфедрин для похудения ну и улетая в египет и там без проблем любой аптеке покупаешь эфедрин мне 42 занимаюсь чем лучше поднять не понял девушка боится лишаться действенности как быть обсуждать разговаривать находить какие-то компромиссы натурально до моего нынешнего уровня конечно можно я сейчас абсолютно натурального лишь предыкулят туда есть возможность залететь очень маленькая но есть семинар у нас будет начинаться в 13 00 вот просьба ребятам не дежурить очень рано потому что там до часу там будут проходить другие мероприятия у вас просто не пустят вот я подъеду ровно к часу вот и мы все вместе можем зайти в общем-то и расположиться внутри как поднять тест 42 года лучше всего тест в возрасте поднимают силовые упражнения то есть если все выходите в тренажерный зал то в общем-то тестостерон у вас будет от этого подниматься но и другие анаболические гормоны если же это не помогает нужно анализы смотреть то сдавать анализы на тестостерон свободный тестостерон связанный тестостерон лютинизирующими фолликулостимулирующие все очень просто пойти сдать общий анализ на половые гормоны вот если он показывает что уровень занижен то скорее всего тогда можно использовать газет гормонозаменительную терапию то есть кого-то там по 100 по 200 в неделю теста и будет части сам петербурге пока не планирую семена любая еда после приготовления нет крупы взвешиваются до приготовления то есть сухой вес они когда он наберет воды а что касается мяса или рыбы взвешивается после приготовления то есть уже готовый вес это делается потому что крупы они набивают набирают воды от этого больше нутриентов там не становится а мясо наоборот уваривается становится меньше топ-5 бодибилдеров арнольд шварценеггер за реализацию не только в бодибилдинге флекс уиллер за уникальную генетику женя сандов за первопроходство это вот три таких человека который мне нравится еще есть ряд атлетов из старой школы но таких как допустим шон рейм не нравится леврон не нравится то есть немало кто нравится и современных не нравится то как люди выглядели раньше с поиска штаты я не знаю ребят мы я и и два моих товарищем мы собираемся пойти в посольство 28 по моему числа вот уже подали все документы оплатили все сборы ну там дадут нам визу не дадут если дадут визу то можно будет прокатиться посмотреть как живут в америке люди так табата достаточно долгая тема ну знаешь вот у нас как раз семинар будет проходить в кроссфит зале гераклеон соответственно там будет более в тему протобату психолог я думаю не очень это хорошая профессия потому что тебе будет очень сложно найти работу достойную вот ты много знаешь психологов известных я вот ни одного не знаю ну чтобы а много ли ты знаешь из них там обеспеченных которые хорошо в жизни устроились я вот не знаю сша я не знаю что там будет со связью то есть телефон то конечно со мной будет если будет вай-фай то буду вещать но не знаю может карточка там какая-то местная без понятия буду стараться конечно просто мы мы будем на машине ехать по восточному побережью мы планируем так сделать вот и не всегда будем в цивилизованных местах останавливаться ночевать форму как на видео где камера покупает возможно я пока над этим не думал пока такой задачи не стоит spice я не знаю насколько вреден spice серьезно не знаю пять мест которые хотел посетить ой слушаю но их гораздо больше чем 5 я бы хотел посетить острова океании вы хотел посетить я бы хотел новую землю посетить я бы хотел посетить мы с доброй надежды я бы хотел посетить пролив магеллана я бы хотел посетить седней нью-йорк лондон я бы хотел обязательно посетить мне кажется что нью-йорк и лондон такие первые две столицы мираogi came центры мира. Форму покажу? Мне нечего показывать, ребят, я сейчас не в форме. Зачем? Дизайн сайта? Дизайн сайта, ребят, только поменяли. Его делали полгода этот дизайн. Там столько было... Да какой полгода? Год! Этот сайт, ребят, делали год. Там все оригинальное, там оригинальные коды туда, плагины вставлены, там дизайн абсолютно оригинальный, там столько геморроя было с этим сайтом. И вот мы до сих пор его тестируем, еще многие вещи там не работают. Вы уже спрашиваете, когда дизайн менять? Этот дизайн будет очень долго дорабатываться, он не будет меняться. Спортпит работает, он работает примерно так же, как обычное питание. С какими перерывами нужно колоть? Так а что анализы показывают? Если анализы показывают, что все нормально, уровень тестостерона в норме, то зачем колоть? Если стоит вопрос в принципе колоть тестостерона, что не убирать мышечную массу, так и с тестом все нормально, то тут неважно 42 года, или 32, или 22. Тут уже обычные курсы два, ну допустим два месяца на тесте, там два месяца без теста. Чтобы проверить попало ли в кровь синтол, нужно потянуть, после введения иглы, нужно потянуть плашку вверх. То есть если в шприц брызнет кровь, то тогда значит пробить сосуд, пробить сосуд и вводить синтол нельзя. Но это стандартная процедура. То есть проколол, очень маленькая вероятность есть того, что кончик иглы остановится в середине кровяного русла. Очень маленькая, но есть. Проверяется подтягиванием плашки. Если прям кровь туда моментом под давлением брызнет, значит не надо. Таблицы с калорийностью. Сейчас нету двух вещей. Нет таблиц с калорийностью, нету списка упражнений с видео, поясняющими то, что было на предыдущем сайте. Потому что я не успел это сделать. Очень много работы. Дорабатывался сайт. Плюс я пишу книгу сейчас. Плюс я тренируюсь. Плюс я провожу семинар. Плюс я еду за этой визой. Ну то есть у меня дурдом. У меня вообще ни часа нет спокойного. То есть у меня расписан весь день. Я проснулся и фигачу. Но это стоит в графике. Обязательно я считаю, что на сайте должны быть таблицы. И, в общем-то, поясняющие упражнения. Я не то что задумался. Я накапливаю. Но я постоянно инвестирую, как правило, в недвижимость какую-то. В общем-то, я уже сейчас подготовлен к старости. То есть, если сейчас я ничем не буду заниматься абсолютно, я могу сдавать свое жилье и чувствовать себя, ну, буду получать на уровне обычного человека. Вот как зарплата у меня будет такая типа пенсии. Уже сейчас. То есть, я этот вопрос закрыл давно. Но всегда хочется большего. То есть, постоянно над этим думаю. Ихимбин плюс кофеин на сушке. О, летять утки. Слушай, не уверен насчет добавки туда кофеина. Может, может такая, значит, тихортия начаться. Ихимбин, да. Кофеин, да. В каком году мне Фитфолайф принес первый миллион рублей? Я не люблю обсуждать финансовые вопросы. Потому что никто за ней не порадуется. Кроме того, тут вопрос очень такой скользкий. Потому что сам по себе сайт напрямую может не приносить деньги. Сайт может служить определенным таким местом силы, через который ты контактируешь с людьми. Вот. То есть, сам по себе деньги приносят продажи. Продажи они не на сайте. На сайте может быть баннер какой-нибудь рекламный висеть. То есть, тут вопрос упирается в то, когда я заработал первый миллион рублей. На фитнесе, ну, это, по-моему, был где-то, где-то двенадцатый год, наверное. На сайтах вообще нету. Как найти прибыльную работу? На сайтах вообще нет. Слушай, лучший способ. Что значит найти прибыльную работу? Самая прибыльная работа – это собственный бизнес. Это когда ты не ищешь на кого работать, а сам создаешь рабочие места, а сам создаешь бизнес. Принцип основного создания бизнеса – это найти какую-то потребность в конкретном регионе и удовлетворить эту потребность. Если ты на море живешь, то, допустим, там есть потребность, не знаю, в мороженом, в прохладительных напитках, в шезлонгах, допустим, в сезон, да, соответственно, удовлетвори эту потребность. Если ты живешь в Норильске, то там такой потребности нет. Там есть потребность в теплых шубах, к примеру, да. То есть это просто пример, что в том регионе, где ты находишься, найди потребность у людей, удовлетвори ее, и ты получишь бизнес, будешь зарабатывать. Вот тебе будет и работа. У нас самые нет спонсоров, потому что мы в них не нуждаемся. Спонсоры нужны тем, кто в них нуждается. Со старым авто. Старый автомобиль оставил друзьям в Минске, ну, как такой поджопник, если вдруг у кого-то из нас ломается машина, чтобы всегда можно было на нее сесть и кататься. Но в связи с тем, что в Республике Беларусь очередной очень умный закон готовится вступить в силу, то, скорее всего, я ее продам. Не знаю, там, за пару тысяч спихну, потому что иначе придется там вводить дополнительный автомобильный налог на зарегистрированные транспортные средства. Совершенно не важно, ездишь ты на них или нет, но должен платить. Беларусь крайне бедная страна, ребят. Гостюнин. Ну, понимаете, я понимаю, почему у Игоря вот это все назрело дело. Очень хорошо понимаю. Он обиделся в том плане, что он даже смотрит на спортсменов, да, в тусовке, которые реально работают за еду. То есть ситуация очень сильно ухудшилась в спортпите. Раньше были какие-то контракты, какие-то деньги. А сейчас большинство ребят, которые приходят в бодибилдинг, более-менее там хорошо выступают, чего-то добиваются, имя какое-то создают. Они готовы работать за еду. И тем самым у фирмы, у нее выбора-то нет. То есть зачем платить кому-то по контракту там тысячи долларов, если можно человеку просто дать протеинов, креатинов, и он будет фигачить, сниматься и будет счастлив. Это называется работать за еду. Ну и, по-видимому, Игоря бомбануло в том плане, что хочется какого-то развития по жизни, куда-то двигаться вперед. А в этом болоте, получается, в таких рамках не получается. Ну вот. И он решил попробовать какие-то альтернативные варианты. Я бы, конечно, на его месте выбрал другой вариант, поискал бы. Потому что, мне кажется, в этой сфере сложно заработать, то, что он выбрал. Но это его выбор. Более того, он демонстрирует такой железный пукан, в том плане, как на него, смотрите, все ополчились, а он все равно продолжает. Ведь это реально очень сложно, когда все тебя гнобят. Для трапеции самое лучшее упражнение – это шраги. Ну, спросили про гостюнина. Потому что гостюнин сейчас рекламирует в сетевом маркетинге продукт очень спорный. В Норильске жестко, да. В Норильске там минус 40 зимой, там, может, минус 50 быть. Плюс там полярная ночь. Ну, то есть там... Energy diet, energy diet, да. В Украине я не планирую семинары в ближайшее время. В общем-то, даже, смотрите, я до сентября, в общем-то, я же все время жил в Украине. Но я по семинарам не проводил. Притормаживает наш, конечно, перископ. Genius marketing. Genius marketing. Я не знаю, что такое Genius marketing. Трапеции не растут. Значит, неправильно делаешь шраги. Понимаешь, все занимаются бодибилдгом, но не все же вырастают. Надо уметь делать. Это комплексная задача. Прогрессия нагрузки. Правильный режим питания. Еще раз про египт не уловил. Ну, с репетитором можно учиться по-разному английскому. Я, допустим, учусь репетитором английскому, и я нормально уже говорю. В чем собирать на машину, доллар или гривна? Конечно же, не гривна. Точно не гривна, доллары. Если доллар и гривна, то, конечно же... Югифтед. А сколько у Югифтед сейчас на канале подписчиков? У них что, миллион сейчас? Ну, я могу сказать почему. Дело в том, что у Югифтед, у них нету одного человека, ведущего на канале. У Югифтед много ведущих очень сильных. Много очень титулованных спортсменов, которые берут на канал, и они рассказывают какие-то фишки, какие-то полезные штуки. Причем это не просто там спортсмены, там какие-то блогеры, какие-нибудь денчики, да? Это титулованные спортсмены, уважаемые люди. Вот ты сравни. С одной стороны, есть огромная толпа суперспортсменов профессиональных, квалифицированных тренеров. А с другой стороны, один денчик. И один денчик в половину, как ты говоришь, держит. Ну, вот в чем суть. Кроме того, у них очень красивая картинка, очень вкусно, очень все сочно. А у денчика что? У денчика, как правило, стена, крючки, какая-нибудь херня. И все еще говорят, денчик уже не торт. Денчик не торт. Гривну на депозиты не в коем случае. Забудь про это. Какие депозиты? Ты что? Я вот вообще удивляюсь, ребят, особенно кто из Украины. Вы что? Вам сколько лет? Вы не помните, что было в 2008 году? Вы не помните, что было в 2013-2014 году? Вы что, не помните, как депозиты замораживались, как они обесценивались? Вы что, не знаете, что такое дефолт? Банк лопается и вообще ничего не возвращают. Все твои депозиты, потому что банк это считается коммерческой организацией. Если она банкротится, если она признается банкротом, то никто не несет никакой ответственности. Чуваки туда на Сейшелу улетели с вашими бабками и алаберды. Никаких депозитов раз, никакой гривны два. Лучшая гривна на сушке? Лучшая химия на сушке? Да нет, вы паритесь. Это комплекс волшебной таблетки. Но есть такое мнение, что на сушке используют неароматизированные препараты. Ну, типа там, туринабола какого-нибудь, да, или там бенстрола и так далее. Ну, я знаю массу случаев, когда люди даже на метане сушились, ничего страшного. Доллар, доллар. Все когда-то падает, ребят, все когда-то падает. Но если вот сейчас сравнивать, что сильнее доллар или рубль, доллар или гривна, то, конечно, доллар сильнее. А с Украиной, ну, я думаю, будет вот такая вот стагнация, такая вот, затяжная такая ситуация будет, как в Приднестровье. То есть вот та ситуация, что сейчас в Донецком, в Украине, это очень похоже на то же самое, что в Приднестровье сейчас происходит. То есть это действительно, ну, там, годами это длится. То стихает, то обостряется, то стихает. Люди же к этому даже привыкли. Но есть еще такой вариант, что может ситуация поменяться после выборов в США. Сериалы не смотрю. Достигатором в данный момент не пользуюсь, но у меня есть тетрадка, я в ней все записываю и планирую. К высшему образованию отношусь хорошо в той ситуации, когда человеку это действительно нужно для его жизни. Действительно, а не потому, что он идет туда, чтобы откоситься от армии, или потому, что там так правильно, так красиво, или потому, что родители сказали. Если ты не знаешь, зачем ты получаешь это высшее образование, а идешь как все, тогда оно тебе не нужно. Ты просто потратишь ценнейший ресурс, там, пять ценнейших лет своей жизни. Я в Николаеве был очень много раз. У меня мама из Николаева. И сестра двоюродная в Николаеве, и тетка в Николаеве. В сказке я там в детстве еще ходил, в зоопарк Николаевский я ходил. Трамп. Вообще, по статистике, я думаю, Хиллари выиграет. Но если выиграет Трамп, то это приведет к усилению России значительному. Бизнес-молодость, ты знаешь, все оценивается по результату. То есть, у них есть подопечные, которые показывают результат. Это абсолютный показатель, я считаю. Конечно, есть масса ребят, которые там обламываются, у них ничего не получается, большая часть. Но все-таки есть процент тех, кто туда пришел и получили результат. Поэтому я считаю, что стоит. Ты же знаешь еще какой момент? Чем больше денег ты вкладываешь во что-то, тем больше для тебя ценность этого, и тем больше тебя это мотивирует. То есть, одно дело, когда ты там получил информацию за 10 долларов или за доллар, ты ее особо не ценишь. Но если ты 500 вложил, тебе уже некуда деваться, ты в ритме танца, тебе некуда деваться. Это как, знаешь, подвесить тебе на плечи сержанта такого искусственного. Блин, ну я же потратил бабло, значит я должен делать, что они говорят. Ты делаешь то, что говорит тебе сержант, и ты качаешься. Да, можно тренером зарабатывать много, не имея педагогического образования. Ну да, про 13. Понятно, что и да, ты ее оценивал дорого, но если ты ее купил за 130, то ты поверь мне, ты ее оценивал еще дороже. Да нет, я не игнорирую, просто я не успеваю все вопросы читать. Ты родителям это не объяснишь. Как хранить и копить деньги. О, ну блин, это очень масштабная тема, ребят. Вот следующая методика, которую Денчик толкнет, там будет такой раздел финансы. Там будет конкретный набор, конкретный набор классных инструкций, как это делать. Не просто вот общие фразы, а именно конкретный набор. Например, то есть берешь на кредитную карточку, наклеиваешь этот, как его, не скотч, а лекопластырь, да, такой белый. А на лекопластыре пишешь ложный пин-код для этой карты. Соответственно, если ты потеряешь эту карту, то человек, который ее найдет, он ложный пин-код ведет три раза, и карта заблокируется банкоматом. Вот ты сохранил свои деньги. Ну, то есть вот такие вот конкретные рекомендации будут в следующем моем материале. Их будет очень много. Рабочие названия стоп-логинов для управления Вселенной. Как не транжирить деньги на девушек? Дрочить. Если ты дрочишь, не встречаешься с девушками, то ты экономишь, не тратишь на них. Венозности нет, это хорошо. Когда много венозности, это болезнь. У меня 178 сантиметров. За девушек. Ну, понимаешь, ты можешь использовать пикаперские темы, да, понижать оценку девушки, чтобы она в тебя вкладывала, чтобы ты на нее не тратила, она на тебя тратила. Но мне такие техники не нравятся. Я считаю, это не по-мужски. То есть в этом есть определенная слабость. Поэтому, почему не беру деньги за семинары? Жизнь меня не прижала. Ну, лучше всего, конечно, деньги хранить в ячейке. И не в долларах, а в золоте. Это самый вот идеальный вариант. По образованию юрист, хозяйственник. Как правильно планировать жизнь? Это все вы узнаете из следующей методики. Ну, очень длительная тема. От тысячи до трех тысяч. Да, дома, конечно, хранить. Это же не та сумма. Да не игнорирую я. Пропал баблоруб. Это, скорее всего, мой косяк, потому что этот форум очень сложный в настройке. То есть там нужно прописывать права. И, допустим, там незарегистрированный пользователь, только зарегистрированный или зарегистрированный. У них у всех свои права на доступ к тем или иным форумам. То есть надо разбираться. По-видимому, ты находишься в какой-то группе, у которой нет соответствующих прав для просмотра этого форума. Я все это решу. Просто у меня не хватает на все. Раскованно, как себя вести, очень легко. Я тебе научу. А если ты смущаешься и чувствуешь себя неуверенно, притворись, что ты уверен в себе и что ты раскован. Притворись, и ты так себя почувствуешь через некоторое время. Клены трибулис, до кардио или после? Неважно. Неважно. И тот, и другой. Кумулятивные не действуют долго. Да, мы с Аней на два фронта. Да, сейчас тренируюсь. Но больше такая нагрузка кардиохарактера. Плохие анализы. Как колоть тест правильно? Ну, тест колется внутримышечный, ребят. Что за вопрос? Так, как поднять тест? Можно ли качаться без протеина? Да, без протеина можно и даже нужно качаться. Сейчас сушусь когда-то сегодня. Ну, как сохранить внутреннюю? Ты когда просушишься, как сохранить результат диетой? Только так. Но обычно как это все происходит? Сушишься в говно, как говорится. То есть, вот ты постепенно снижаешь, снижаешь. Вот ты досушился до костей. Да, вот идеальная у тебя форма. А потом начинаешь постепенно докидывать углеводы. Ну, вообще постепенно. Там буквально ложку, чайную ложку риса, допустим, в день докидываешь. Или можешь докидывать, допустим, 100 грамм в неделю. Ну, то есть, различные есть схемы. Смысл такой, что ты каждую неделю смотришь в зеркало. Вот до тех пор, пока тебя не начинает заливать, ты добавляешь. Как только тебя начало заливать, ты возвращаешься. То есть, ты уже знаешь ту норму углеводов, которую тебе можно съедать, чтобы не испортилась твоя форма, которую ты набрал. Одну тысячу лайков. Ты одну тысячу лайков не натыкаешь, потому что в перископе есть ограничение на 500. После 17 лет, да, есть шанс, потому что кости в длину еще продолжают расти. Массаж вещь хорошая, потому что стимулирует кровообращение. Кровообращение стимулирует заживление тех или иных травм. Ну, за счет притока соответствующих полезных веществ. Не игнорируй, бомбит. Совет 18 бренд одежды, как ты борешься с трудностями. Совет парню, который открывает бренд одежды, как ты борешься с трудностями. Это зависит, ребят, ну, конкретику, зависит от трудности. Да, давай тыка 500 лайков. Хочу. Как пройти успешное собеседование? Собеседование куда? Собеседование какое? А, с какими перерывами колоть тестостерон? Есть разные схемы. Одна из классических схем, и смотря какой препарат. Допустим, если это тестостерон, энантат какой-нибудь или цепионат, то можно колоть один-два раза в неделю. То есть, допустим, там, либо по воскресеньям, либо там, в четверг и воскресенье. Фуз для общего образования нормально? Зачем тебе общее образование? Это, знаешь, это повод избежать ответственности из большой жизни. Есть такая категория подростков, такая золотая молодежь, да, у которых семья может позволить там образование в Гарвардах, там, за границами и так далее. Им там снимают жилье, их тащат туда за хобот в эти всякие ельские университеты, Оксфорды, Гарварды. Они учатся там до 25 лет, а потом еще идут продолжать на какие-то другие образования. Спрашиваются, почему? Да потому что им ссыкотно. Без папиных, маминых денег они ничего сделать не могут. И они, вот я еще буду учиться, еще буду учиться. Энантат и цепионат примерно одинаковые. Удлинить туловище? Ну, ты знаешь, мое туловище очень серьезно удлинилось с 3 месяцев до 33 лет. Прям вообще оно удлинилось примерно в 3-4 раза. То есть, это биологический процесс. Ты растешь, оно удлиняется. Но зоны роста закрываются в момент полового созревания. То есть, когда тестостерон начинает вырабатываться, у нас кости в длину растут у детей. Потому что хрящик в конце делится, кость удлиняется. Но когда начинается половое созревание, половые гормоны закрывают вот эти вот зоны роста. И они перестают делиться. И после этого кость может расти только в толщину, но не в длину. Поэтому, если ты молодой, виси на турниках. Делай растягивающую нагрузку вдоль костей. И ты будешь расти. Отдыхаешь, работаешь. Ну, любая работа, где вам рассказывают, что работать не надо, ты отдыхаешь только. Это, конечно, обман. Нет такого. Классная руководительница. Слушайте, я помню свою классную руководительницу. Ее звали Анастасия Ивановна. Это была 175-я школа на Нивках. Это был Киев. Первые три класса я еще при Советском Союзе заканчивал в Киеве. А потом мы переехали в Минск. Черный лебедь читал. И черный лебедь, и антихрупкость все читал. Пресс не то, что модно качать. Пресс полезно качать каждый день. Он будет суши раз. И, кроме того, я люблю пресс качать в начале тренировки для того, чтобы разогреть тело. Потому что в районе живота у нас находится много кровеносных сосудов. И когда вы делаете упражнение именно на пресс, это разгоняет кровь из этих кровеносных сосудов по всему телу. Я делаю скручивания чаще всего классические, либо обратные. Зеленый слоник, говно редкостное. Не смотрел. Видел отрывки, мне не понравилось. Пресс без спины допустимо качать. Ну, желательно и со спиной делать разгибания, но можно и без. Да, Таллину тоже привет. В Краснодарском крае, кто знает, кто знает, может и будет. Да, метан плюс тест это нормально. Если ты задрот, ничего страшного. Играй себе в игрушку. Найди себе какую-нибудь игрушку. Доту, например, или танчики. Проживи свою жизнь, умри и все. Ты очистишь мир от себя. Да, это эволюция. Эстония в случае... Нет, в Эстонию не планирую. Планирую вот в Вильнюс съездить 28-го. По 9 тысяч часов. Постоянно сонный. Ну, возможно, у тебя проблема с режимом отдыха и работы. Может быть, перетренированность, например. Попробую отдохнуть от тренировок неделю-две полностью. Старайся найти время, чтобы паспать днем. При протрузии качать спину... Вопрос крайне щепетильный, крайне медицинский. Я постерегусь давать советы, чтобы не покалечить вас. Нет, я не смотрел последний бой Хабибова. Пацанские цитаты. Какие именно? Так. Если с детства заторможены, что можешь посоветовать? Ну, не знаю. Подогрей себе чем-нибудь. Денег не всегда мало. Денег мало тогда, когда их нет. После того, как человек начинает зарабатывать... Ну, есть разные пределы удовлетворения базовых биологических потребностей. Вот, допустим, в Штатах я смотрел статистику. Это 20 тысяч долларов в месяц. После того, как человек начинает зарабатывать больше, чем 20 тысяч долларов в месяц, уровень удовольствия, кайфа, счастья у него уже не растет. То есть, есть очень большая разница между американцем, который получает 5 и 10 тысяч долларов в месяц. Или, допустим, 10 и 20 тысяч долларов. То есть, до 20 он будет чувствовать себя все лучше и лучше, ему будет хотеться денег. Но вот после 20 тысяч долларов, уже 20 тысяч долларов и 40 тысяч долларов, принципиальной разницы не будет у человека по ощущениям. Как держаться, чтобы не курсануть? Да курсанить, что ты паришься. На семинар ничего не надо, семинар абсолютно бесплатный. Как обычно. Надо уже бабло собирать. Может, в натуре бабло собрать, то есть, снять хоть зал какой-нибудь большой на 500 мест, на 600. А то вечно собираемся в каких-то местах 150-200 человек. Не хочу коротко подстригаться, зачем мне нравится, как я выгляжу так. Судороги после тренировки спины. Ну, судороги могут быть от того, что либо не хватает каких-то микроэлементов, раз. И судороги могут быть от того, что очень сильная, ну, непропорционально завышенная нагрузка на мышечную группу 2. Снизь нагрузку. Возьми с нас денег. Русский дух. Знаете, что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Дело в том, что у каждого человека есть такое понятие, как инстинкты социальные, социальные инстинкты поведения. И в этом плане мы очень сильно отличаемся от животных, потому что у животного детства есть инстинктивное поведение. Ему не надо это изучать. А у человека очень сложное поведение социальное. И эти инстинкты, их в геноме нет. Он приобретает, когда ребенок, эти инстинкты от своего окружения. Так как ребенок растет в русском окружении, в русском мире, в православном, с определенными ценностями и понятиями, естественно, он это все впитывает, и это постановится его инстинктом. Поэтому, конечно же, вот эти вот нюансы, которые мы называем... Вот этот вот социальный инстинкт, который в нашем социуме прививается людям, он действительно существует. Ну, мы обычно его называем русский дух. Стайеру? Стайеру, ну, считаю, что нет. Если реально смотреть на вещи, то навряд ли наберешь. Какая медицинская специальность лучше по деньгам? Кардиохирурги хорошо получают. Апластические хирурги хорошо получают. Специалисты по глазам хорошо получают. Много специальностей. Со свидетелями я и кулу не общался. После фармы сливают всегда, потому что фарма неестественно стимулирует производство белка в клетках. То есть, только та наполненность жидкостями, питательными веществами, аминокислотами, которые присутствуют в клетке мышечной, она неестественна. Натурально так не бывает. Так бывает только за счет фармакологии. Поэтому, когда человек с фармакологией слезает, у него уходит. Остается только то, что было достигнуто за счет гиперплазии. То есть, если за счет фармы количество мышечных волокон увеличилось по сравнению с исходным, то вот сами волокна, сами мышечные клетки станут меньше. За счет того, что их стало больше самих волокон, чем было изначально, это будет определенный такой лимит, меньше которого человек не сдуется. Но мышечные клетки у всех капитально сдуваются после фармы. То, что ты столько спишь, 5-6 часов плюс 2 днем, ну это нормально, вполне нормально. Знаешь, потребность во сне, она зависит от многих факторов. Ну, например, потребность сне, она зависит даже от твоего самочувствия, счастливый ты или несчастливый. Счастливые люди спят меньше, несчастливые спят больше. Зависит от возраста. Старикам нужно буквально 6 часов поспать. А молодому телу нужно часов 8, а то и 10. То есть, много факторов, которые влияют на сон. Я обычно сплю порядка 6-8 часов ночью, от 6 до 8, и где-то час днем. Максимум жал, не знаю, ребят, у меня рабочий был максимум, ну там, 150-155. Это вот в пределах там, 6 повторений. Как-то раз, помню, летом я залез на 160, но пожалел, потому что пожал там 3 или 4 раза только. И так далее. Как геморрой ноги качать? По хоккею? Наверное, за русских. За кого же болеть на чемпионате мира по хоккею? Скажите мне, там, как бы вариантов-то больше нет. Последние годы в школе имеют смысл. Прибыль. А вы все считаете прибылью. В этом большая ошибка, господа. Не все в мире меряется прибылью. Ладно, рад был с вами пообщаться. Давайте отдыхайте. Послезавтра, надеюсь, встречусь с вами снова. Всем хорошего вечера. Привет, друзья, привет. Меня зовут Денис Борисов. И по заведенной традиции, сейчас я буду отвечать на ваши вопросы. Которых накопилось, я надеюсь, много. Но мне очень хочется в это верить. Да-да-да, привет, привет, привет всем. Но для начала я хочу сделать объявление. Объявление. Мы все умрем. Ладно, я хочу сделать объявление по поводу нового формата сайта fitforlife.ru. Раньше это был персональный блог. Я обещал, что он будет работать в виде конференции. Спасибо всем, кто делится трансляцией. Даже Диса Борисов спасибо. И кто лайки, мне фигачи тоже всем спасибо. Да, давай-давай, иди спать. Отдыхай, я понимаю. Ем то самое. Сайт запустился. В общем-то, смотрите, как это все выглядит. То есть сайт у нас теперь в виде такой масштабной конференции. Для тех, кто ни разу не видел, смотрите, у нас есть два основных раздела. Это раздел форум, в котором три больших направления. Это форумы по телу, форумы по разуму и форумы по эмоциям. Например, раздел тела. Там находится у нас бодибилдинг, тушку на просушку, физуха для единоборств, питание добавки, конечно же, фармакология и женский фитнес и фигура. Разум, это баблоруб, как работать с тренером, отношения и секс, саморазвитие и так далее. Тут есть возможность обсуждать любые темы, любые вопросы по указанным направлениям. Второе направление – это вот блоги. Это персональные блоги. Каждый из вас, если есть чем поделиться, если есть какая-то полезная информация, которую можно систематизировать в виде статьи, может в персональных блогах оставлять эти статьи. Самые интересные из них, они в конце концов будут попадать на первую страницу. Вот видите, где интересно. Вот у нас уже два человека попало сюда. Топ-6 факторов, оказывающих на нас влияние. И в погоне за баблом, счастье, смысл жизни, начало. То есть, видите, вот это вот мое объявление, моя статья, а следующее уже двое наших амрадов. Вот такой вот формат. Я надеюсь, он будет интересный. И каждый получит от него какие-то преимущества. По 40-50 яичных белков, да, можно. Ничего плохого от этого не будет. В пике формы, я сейчас в пике формы, я себя так офигенно чувствую. И я такой подвижный стал. Такой, знаете, легкий, но быстрый. Написать хорошее резюме. А ты посмотри, какие есть хорошие резюме. Посмотри на прототипы и повтори. Какие выпуски. Ты о каких выпусках говоришь. Допустим, если говорить про видеовыпуски, видеосюжеты, они выходят практически каждый день новые. Если говорить про рассылку подполья, я думаю, она будет выходить раз в неделю, раз в две недели в среднем. То есть, как только будет накапливаться материал, я буду из него верстать рассылку, ну и, в общем-то, отправлять оповещение на почту. Насчет секса в 16 лет. Ну, секс это вещь хорошая, даже в 16 лет. Есть очень интересная статистика по поводу секса. Считается, что чем более умные люди, тем позже они начинают заниматься сексом. Я вам клянусь, то есть, это не я придумал. Реально есть статистика. То есть, исследовали успешных и умных людей по жизни. И большинство из них, у них секс был первый раз именно в университете, в институте. То есть, как правило, люди более умные, они менее зациклены на сексе и лишаются действенности позже, чем менее умные. Вот такая вот интересная статистика. Вес набирать? Слушайте, а зачем набирать вес? Люди, наоборот, во всем мире переживают, как вес скинуть, а ты говоришь набирать. Грузчику, метан. Ну, я бы метан для того, чтобы таскать грузы, не стал бы есть. Если же человек занимается спортом и хочет достигнуть какого-то прироста мышечной массы, то тогда ему можно есть метан. И неважно, грузчик он или офисный планктон. Мясо считается после приготовления. То есть, уже в уваренном виде считается. То есть, взвешивать надо не до, а после. Пролив Сталина, что знаешь? Пролив Сталина, я такой не знаю. Побороть страх, начать бизнес. Надо пробовать хотя бы с малого начать. То есть, страх в чем? Страха нет. Нет просто особо сильного желания у тебя. Вот если было бы очень сильное желание, то ты бы взял и сделал. Попробуй написать на бумаге какой-то набор простейших действий, постепенный, который нужно будет реализовывать. И каждый день хоть по чуть-чуть начинать двигаться в этом направлении. Эфидрин для похудения. Ну и улетая в Египет, и там без проблем в любой аптеке покупаешь эфидрин. Мне срок 2 занимаюсь. Чем лучше поднять? Не понял. Девушка боится лишаться действенности, как быть? Обсуждать, разговаривать, находить какие-то компромиссы. Натурально до моего нынешнего уровня, конечно, можно. Я сейчас абсолютно натурально увижу. А предвекулятор, да, есть возможность залететь. Очень маленькая, но есть. Семинар у нас будет начинаться в 13.00. Просьба, ребят, там не дежурить очень рано, потому что до часу там будут проходить другие мероприятия, но вас просто не пустят. Я подъеду ровно к часу, и мы все вместе можем зайти и расположиться внутри. Как поднять тест 42 года? Лучше всего тест в возрасте поднимают силовые упражнения. То есть, если вы ходите в тренажерный зал, то, в общем-то, тестостерон у вас будет от этого подниматься. Но и другие анаболические гормоны. Если же это не помогает, то есть, нужно анализы смотреть, сдавать анализы на тестостерон, свободный тестостерон, связанный тестостерон, лютинизирующий, фолликулостимулирующий. Все очень просто. Пойти сдать общий анализ на половые гормоны. Вот, если он показывает, что уровень занижен, то, скорее всего, тогда можно использовать ГЗТ, гормонозаменительную терапию. То есть, колоть там по 100-200 в неделю теста, и будет счастье. В Санкт-Петербурге пока не планирую семена. Любая еда после приготовления? Нет. Крупы взвешиваются до приготовления, то есть, сухой вес, а не когда он наберет воды. А что касается мяса или рыбы, взвешивается после приготовления, то есть, уже готовый вес. Это делается потому, что крупы, они набирают воды, от этого больше нутриентов там не становится. А мясо, наоборот, уваривается и становится меньше. ТОП-5 бодибилдеров. Арнольд Шварценеггер. За реализацию не только в бодибилдинге. Флекс Уиллер. За уникальную генетику. Женя Сандов. За первопроходство. Это вот три таких человека, которые мне нравятся. Ещё есть ряд атлетов из старой школы, ну, таких, как, допустим, Шон Рейм не нравится. Леврон мне нравится. То есть, мне мало кто нравится и современных, мне нравится то, как люди выглядели раньше. С поиска в Штаты. Я не знаю, ребят, мы... Я и... И два моих товарища, мы собираемся пойти в посольство. 28-го, по-моему, числа. Вот. Уже подали все документы, оплатили все сборы. Ну, там дадут нам визу, не дадут. Если дадут визу, то можно будет прокатиться, посмотреть, как живут в Америке люди. Так. Табата. Достаточно долгая тема. Ну, знаешь, вот у нас как раз семинар будет проходить в кроссфит-зале Гераклеон. Соответственно, там будет более в тему про табату. Психолог, я думаю, не очень это хорошая профессия, потому что тебе будет очень сложно найти работу достойную. Вот ты много знаешь психологов известных? А? Я вот ни одного не знаю. А много ли ты знаешь из них там обеспеченных, которые хорошо в жизни устроились? Я вот не знаю. В США я не знаю, что там будет со связью. То есть телефон-то, конечно, со мной будет. Если будет Wi-Fi, то буду вещать. Но, не знаю, может карточка там какая-то местная. Я без понятия. Буду стараться, конечно. Просто мы будем на машине ехать по восточному побережью. Мы планируем так и сделать. Вот. И не всегда будем в цивилизованных местах останавливаться и ночевать. Форму, как на видео, где камера пукает? Возможно. Я пока над этим не думал. Пока такой задачи не стоит. Спайс? Я не знаю, насколько вреден Спайс. Серьезно, не знаю. 5 мест, которые хотел посетить. Ой, слушай, ну их гораздо больше, чем 5. Я бы хотел посетить острова Океане. Я бы хотел посетить. Я бы хотел Новую Землю посетить. Я бы хотел посетить Мы с Доброй Надеждой. Я бы хотел посетить пролив Магеллана. Я бы хотел посетить Сидней. Нью-Йорк, Лондон я бы хотел обязательно посетить. Мне кажется, что Нью-Йорк и Лондон – это такие первые две столицы мира. Финансовые центры мира. Форму покажу? Мне нечего показывать, ребят. Я сейчас не в форме. Дизайн сайта. Дизайн сайта, ребят, только поменяли. Его делали полгода, этот дизайн. Там столько было... Да какой полгода? Год. Этот сайт, ребят, делали год. Там все оригинальное. Там оригинальные коды туда, плагины вставлены. Там дизайн абсолютно оригинальный. Там столько геморроя было с этим сайтом. И вот мы до сих пор его тестируем. Еще многие вещи там не работают. Вы уже спрашиваете, когда дизайн менять. Этот дизайн будет очень долго дорабатываться. Он не будет меняться. Спортпит работает. Спортпит. Он работает примерно так же, как обычное питание. С какими перерывами нужно колоть? Так а что анализы показывают? Если анализы показывают, что все нормально, уровень тестостерона в норме, то зачем колоть? Если стоит вопрос в принципе, колоть тестостерон, чтобы набирать мышечную массу, и с тестом все нормально, то тут не важно, 42 года, или 32, или 22. Тут уже обычные курсы, допустим, 2 месяца на тесте, 2 месяца без теста. Чтобы проверить, попали в кровь синтол, нужно потянуть, после введения иглы, нужно потянуть плашку вверх. То есть, если в шприц брызнет кровь, то тогда, значит, пробит сосуд. Пробит сосуд. И вводить синтол нельзя. Ну, это стандартная процедура. То есть, проколол, очень маленькая вероятность есть того, что кончик иглы становится в середине кровяного русла. Очень маленькая, но есть. Проверяется подтягиванием плашки. Если прям кровь туда, пух, моментом под давлением брызнет, значит, не надо. Таблицы с калорийностью. Сейчас нету двух вещей. Нет таблиц с калорийностью, нету списка упражнений с видео, поясняющими то, что было на предыдущем сайте. Потому что я не успел это сделать. Очень много работы. Дорабатывался сайт. Плюс я пишу книгу сейчас. Плюс я тренируюсь. Плюс я провожу семинар. Плюс я еду за этой визой. Ну, то есть, у меня дурдом. У меня вообще ни часа нет спокойного. То есть, у меня расписан весь день. Я проснулся и фигачу. Но это стоит в графике. Обязательно я считаю, что на сайте должны быть таблицы. И, в общем-то, поясняющие упражнения. Я не то, что задумался. Я накапливаю. Но я постоянно инвестирую, как правило, в недвижимость какую-то. В общем-то, я уже сейчас подготовлен к старости. То есть, если сейчас я ничем не буду заниматься абсолютно, я могу сдавать свое жилье и чувствовать себя, ну, буду получать на уровне обычного человека. Вот как зарплата у меня будет такая типа пенсия уже сейчас. То есть, я этот вопрос закрыл давно. Ну, но всегда хочется большего. То есть, постоянно над этим думаем. Дихимбин плюс кофеин на сушке. Слушай, не уверен насчет добавки туда кофеина. Может, может, такая, знаешь, таки каратия начаться. Дихимбин – да. Кофеин – да. В каком году мне Фитфолайф принес первый миллион рублей? Я не люблю обсуждать финансовые вопросы, потому что никто за меня не порадуется. Кроме того, тут вопрос очень такой скользкий, потому что сам по себе сайт напрямую может не приносить деньги. Сайт может служить определенным таким местом силы, через который ты контактируешь с людьми. То есть, сам по себе деньги приносят продажи. Продажи они не на сайте. На сайте может быть баннер какой-нибудь рекламный висеть. То есть, тут вопрос упирается в то, когда я заработал первый миллион рублей. На фитнесе, ну, это, по-моему, был где-то, где-то двенадцатый год, наверное. На сайтах вообще нету. Как найти прибыльную работу? На сайтах вообще нет. Слушай, лучший способ. Что значит найти прибыльную работу? Самая прибыльная работа – это собственный бизнес. Это когда ты не ищешь, на кого работать, а сам создаешь рабочие места, а сам создаешь бизнес. Принцип основной создания бизнеса – это найти какую-то потребность в конкретном регионе и удовлетворить эту потребность. Если ты на море живешь, то, допустим, там есть потребность, не знаю, в мороженом, в прохладительных напитках, в шезлонгах, допустим, в сезон. Соответственно, удовлетвори эту потребность. Если ты живешь в Норильске, то там такой потребности нет. Там есть потребность в теплых шубах, к примеру. То есть это просто пример, что в том регионе, где ты находишься, найди потребность у людей, удовлетвори ее, и ты получишь бизнес, будешь зарабатывать. Вот тебе будет и работа. У нас, самое, нет спонсоров, потому что мы в них не нуждаемся. Спонсоры нужны тем, кто в них нуждается. Со старым авто. Старый автомобиль оставил друзьям в Минске, ну как такой поджопник, если вдруг у кого-то из нас ломается машина, чтобы всегда можно было на нее сесть и кататься. Но в связи с тем, что в Республике Беларусь очередной очень умный закон готовится вступить в силу, то скорее всего я ее продам. Не знаю, там за пару тысяч спихну, потому что иначе придется там вводить дополнительный автомобильный налог на зарегистрированные транспортные средства. Совершенно не важно, ездишь ты на них или нет, но должен платить. Беларусь крайне бедная страна, ребят. Гостюнин. Понимаете, я понимаю, почему у Игоря вот это все назрело дело. Очень хорошо понимаю. Он обиделся в том плане, что он даже смотрит на спортсменов в тусовке, которые реально работают за еду. То есть ситуация очень сильно ухудшилась в спортпите. Раньше были какие-то контракты, какие-то деньги. А сейчас большинство ребят, которые приходят в бодибилдинг, более-менее там хорошо выступают, чего-то добиваются, имя какое-то создают. Они готовы работать за еду. И тем самым у фирмы, у нее выбора-то нет. То есть зачем платить кому-то по контракту тысячи долларов, если можно человеку просто дать протеинов, креатинов, и он будет фигачить, сниматься и будет счастлив. Это называется работать за еду. Ну и, по-видимому, Игоря бомбануло в том плане, что хочется какого-то развития по жизни, куда-то двигаться вперед, а в этом болоте, получается, в таких рамках не получается. Ну вот, и он решил попробовать какие-то альтернативные варианты. Я бы, конечно, на его месте выбрал другой вариант, поискал бы, потому что, мне кажется, в этой сфере сложно заработать, то, что он выбрал. Но это его выбор. Более того, он демонстрирует такой железный пукан, в том плане, как на него, смотрите, все ополчились, а он все равно продолжает. Ведь это реально очень сложно, когда все тебя гнобят. Для трапеции самое лучшее упражнение – это шраги. Ну, спросили про гостюнина, потому что гостюнин сейчас рекламирует в сетевом маркетинге продукт очень спорный. В Норильске жестко, да, в Норильске там минус 40 зимой, там, может, минус 50 быть, плюс там полярная ночь, ну, то есть, там, energy die, это energy die, да. В Украине я не планирую семинары в ближайшее время. В общем-то, даже, я, смотрите, я до сентября, в общем-то, я же все время жил в Украине, но я по семинарам не проводил. Притормаживает наш, конечно, перископ. Genius Marketing. Genius Marketing. Я не знаю, что такое Genius Marketing. Трапеции не растут, значит, неправильно делаешь шраги. Понимаешь, все занимаются бодибилдом, но не все же вырастают. Надо уметь делать, это комплексная задача. Прогрессия нагрузки. Правильный режим питания. Еще раз про Египт не уловил. Ну, с репетитором можно учиться по-разному английскому. Я, допустим, учусь репетитором английскому, и я нормально уже говорю. В чем собирать на машину? Доллар или гривна? Конечно же, не гривна. Точно не гривна. Доллары. Если справа, доллар, гривна, то, конечно же... YouGifted. А сколько у Египт сейчас на канале подписчиков? У них что, миллион сейчас? Ну, я могу сказать почему. Дело в том, что у Египт нет одного человека, ведущего на канале. У Египт много ведущих очень сильных. Много очень титулованных спортсменов, которые берут на канал, и они рассказывают какие-то фишки, какие-то полезные штуки. Причем это не просто там спортсмены, там какие-то блогеры, какие-нибудь денчики. Это титулованные спортсмены, уважаемые люди. Вот ты сравни. С одной стороны, есть огромная толпа суперспортсменов профессиональных, квалифицированных тренеров, а с другой стороны, один денчик. И один денчик в половину, как ты говоришь, держит. Ну, вот в чем суть. Кроме того, у них очень красивая картинка, очень вкусно, очень все сочно. А у денчика что? У денчика, как правило, стена, крючки, какая-нибудь херня. И все еще говорят, денчик уже не торт. Денчик не торт. Гривну на депозиты не в коем случае. Забудь про это. Какие депозиты? Ты что? Я вот вообще удивляюсь, ребят, особенно кто из Украины. Ну, вы что? Вам сколько лет? Вы не помните, что было в 2008 году? Вы не помните, что было в 2013-2014 году? Вы что, не помните, как депозиты замораживались, как они обесценивались? Вы что, не знаете, что такое дефолт? Банк лопается и вообще ничего не возвращают. Все твои депозиты, потому что банк это считается коммерческой организацией, если она банкротится, если она признается банкротом, то никто не несет никакой ответственности. Чуваки туда на сей шелла улетели с вашими бабками и алаберды. Никаких депозитов раз, никакой гривны два. Лучшая гривна для насушки? Лучшая химия... Лучшая химия на сушке. Да нет, вы паритесь. Это комплекс волшебной таблетки. Но есть такое мнение, что на сушке используют неароматизированные препараты. Ну, типа там, туринобола какого-нибудь, да, или там венстрола и так далее. Но я знаю массу случаев, когда люди даже на метане сушились, ничего страшного. Доллар, доллар. Все когда-то падает, ребят. Все когда-то падает. Но если вот сейчас сравнивать, что сильнее, доллар или рубль, доллар или гривна, то, конечно, доллар сильнее. С Украиной, ну, я думаю, будет вот такая вот стагнация. Затяжная такая ситуация будет, как в Приднестровье. То есть вот та ситуация, что сейчас в Донецком, в Украине, это очень похоже на то же самое, что в Приднестровье сейчас происходит. То есть это действительно, ну, там, годами это длится. То стихает, то обостряется, то стихает. Люди же к этому даже привыкли. Но есть еще такой вариант, что может ситуация поменяться после выборов в США. Сериалы не смотрю. Достигатором в данный момент не пользуюсь, ну, у меня есть тетрадка, я в ней все записываю, планирую. К высшему образованию отношусь хорошо в той ситуации, когда человеку это действительно нужно для его жизни. Действительно. А не потому, что он идет туда, чтобы откоситься от армии, или потому, что там так правильно, так красиво, или потому, что родители сказали. Если ты не знаешь, зачем ты получаешь это высшее образование, а идешь как все, тогда оно тебе не нужно. Ты просто потратишь ценнейший ресурс, там, 5 ценнейших лет своей жизни. Я в Николаеве был очень много раз. У меня мама из Николаева. И сестра двоюродная в Николаеве, и тетка в Николаеве. В сказки я там в детстве еще ходил, в зоопарк Николаевский я ходил. Трамп. Вообще, по статистике, я думаю, Хиллари выиграет. Но если выиграет Трамп, то это приведет к усилению России значительному. Бизнес-молодость. Ты знаешь, все оценивается по результату. То есть, у них есть подопечные, которые показывают результат. Это абсолютный показатель, я считаю. Конечно, есть масса ребят, которые там обламываются, у них ничего не получается, большая часть. Но все-таки есть процент тех, кто туда пришел и получили результат. Поэтому я считаю, что стоит. Ты же знаешь еще какой момент? Чем больше денег ты вкладываешь во что-то, тем больше для тебя ценность этого, и тем больше тебя это мотивирует. То есть, одно дело, когда ты получил информацию за 10 долларов или за доллар, то ее особо не ценишь. Но если ты 500 вложил, тебе уже некуда деваться. Ты в ритме танца, тебе некуда деваться. Это как, знаешь, подвесить себе на плечи сержанта такого искусственного. Блин, ну я же потратил бабло, значит, я должен делать, что они говорят. Ты делаешь то, что говорит тебе сержант, и ты качаешься. Да, можно тренером зарабатывать много, не имея педагогического образования. Ну да, про 13. Понимаешь, ты ее оценивал дорого, но если ты ее купил за 130, то ты поверь мне, ты ее оценивал еще дороже. Да нет, я не игнорирую, просто я не успею все вопросы читать. Ты родителям это не объяснишь. Как хранить и копить деньги. О, ну блин, это очень масштабная тема, ребят. Следующая методика, которую Денчик толкнет, там будет такой раздел финансов. Там будет конкретный набор, конкретный набор классных инструкций, как это делать. Не просто вот общие фразы, а именно конкретный набор. Вот, например, то есть берешь на кредитную карточку, наклеиваешь этот, как его, не скотч, а лекопластырь, да, такой белый. А на лекопластыре пишешь ложный пин-код для этой карты. Соответственно, если ты потеряешь эту карту, то человек, который найдет, он ложный пин-код ведет три раза, и карта заблокируется банкоматом. Вот ты сохранил свои деньги. Ну, то есть вот такие вот конкретные рекомендации будут в следующем моем материале. Их будет очень много. Рабочее название стоп-логинов для управления Вселенной. Как не транжирить деньги на девушек? Дрочить. Если ты дрочишь, не встречаешься с девушками, то ты экономишь, не тратишь на них. Винозности нет. Это хорошо. Когда много винозности, это болезнь. У меня 178 сантиметров. За девушек. Ну, понимаешь, ты можешь использовать пикаперские темы, да, понижать оценку девушки, чтобы она в тебя вкладывала, чтобы ты на нее не тратила, она на тебя тратила. Но мне такие техники не нравятся. Я считаю, это не по-мужски. То есть в этом есть определенная слабость. Поэтому, почему не беру деньги за семинары? Жизнь меня не прижала. Лучше всего, конечно, деньги хранить в ячейке. И не в долларах, а в золоте. Это самый идеальный вариант. В образовании юрист, хозяйственник. Как правильно планировать жизнь? Это все... Вы узнаете из следующей методики. Ну, очень длительная тема. От 1000 до 3000. Да дома, конечно, хранить. Это же не та сумма. Да не игнорирую я. Пропал баблоруб. Это, скорее всего, мой косяк, потому что этот форум очень сложный в настройке. То есть там нужно прописывать права. И, допустим, там незарегистрированный пользователь, только зарегистрированный или зарегистрированный. У них у всех свои права на доступ к тем или иным форумам. То есть надо разбираться. По-видимому, ты находишься в какой-то группе, у которой нет соответствующих прав для просмотра этого форума. Я все это решу. Просто у меня не хватает на все. Раскованно, как себя вести, очень легко. Я тебе научу. А если ты смущаешься и чувствуешь себя неуверенно, притворись, что ты уверен в себе и что ты раскован. Притворись, и ты так себя почувствуешь через некоторое время. Клены трибулис до кардио или после. Не важно. Не важно. И тот, и другой, кумулятивные, не действуют долго. Да, мы с Аней на два фронта. Да, сейчас тренируюсь. Но больше такая нагрузка кардиохарактера. Плохие анализы. Как колоть тест? Тест правильно. Но тест колется внутримышечно, ребят. Что за вопрос? Как поднять тест? Можно ли качаться без протеина? Да, без протеина можно и даже нужно качаться. Сейчас сушусь когда-то. Как сохранить результат? Ты когда просушишься, как сохранить результат диеты? Только так. Но обычно как это все происходит? Сушишься в говно, как говорится. То есть, ты постепенно снижаешь, снижаешь. Вот ты досушился до костей. Идеальная у тебя форма. А потом начинаешь постепенно докидывать углеводы. Ну, вообще постепенно. Там буквально чайную ложку риса, допустим, в день докидываешь. Или можешь докидывать, допустим, 100 грамм в неделю. Ну, то есть, различные есть схемы. Смысл такой, что ты каждую неделю смотришь в зеркало. Вот до тех пор, пока тебя не начинает заливать, ты добавляешь. Как только тебя начало заливать, ты возвращаешься. То есть, ты уже знаешь ту норму углеводов, которую тебе можно съедать, чтобы не испортилась твоя форма, которую ты набрал. Одну тысячу лайков. Ты одну тысячу лайков не натыкаешь, потому что в перископе есть ограничение на 500. После 17 лет, да, есть шанс, потому что кости в длину еще продолжают расти. Массаж вещь хорошая, потому что стимулирует кровообращение. Кровообращение стимулирует заживление тех или иных травм за счет притока соответствующих полезных веществ. Не игнорируй бомбит. Совет, как ты борешься с трудностями. Совет парню, который открывает бренд одежды, как ты борешься с трудностями. Это зависит, ребят, ну конкретику, зависит от трудности. Да, давай тыка 500 лайков хочу. Как пройти успешное собеседование? Собеседование куда? Собеседование какое? А, с какими перерывами колоть? Тестостерон? Есть разные схемы. Одна из классических схем, и смотря какой препарат. Допустим, если это тестостерон, энантат какой-нибудь или цепионат, то можно колоть один-два раза в неделю. То есть, допустим, там либо по воскресеньям, либо там в четверг и воскресенье. Фуз для общего образования нормально? Зачем тебе общее образование? Это, знаешь, это повод избежать ответственности из большой жизни. Есть такая категория подростков, такая золотая молодежь, да, у которых семья может позволить там образование в Гарвардах, там за границами и так далее. Им там снимают жилье, их тащат туда за хобот в эти всякие ельские университеты, Оксфорды, Гарварды. Они учатся там до 25 лет, а потом еще идут продолжать на какие-то другие образования. Спрашиваются, почему? Да потому что им ссыкотно. Без папиных, маминых денег они ничего сделать не могут. И они, вот я еще буду учиться, еще буду учиться. Энантат и цепионат примерно одинаковые. Удлинить туловище? Ну, ты знаешь, мое туловище очень серьезно удлинилось с 3 месяцев до 33 лет. Прям вообще оно удлинилось примерно в 3-4 раза. То есть, это биологический процесс. Ты растешь, оно удлиняется. Но зоны роста закрываются в момент полового созревания. То есть, когда тестостерон начинает вырабатываться, у нас кости в длину растут у детей. Потому что хрящик к концу делится, кость удлиняется. Но когда начинается половое созревание, половые гормоны закрывают вот эти вот зоны роста. И они перестают делиться. И после этого кость может расти только толщину, но не в длину. Поэтому, если ты молодой, виси на турниках, делай растягивающую нагрузку вдоль костей. И ты будешь расти. Отдыхаешь, работаешь. Ну, любая работа, где вам рассказывают, что работать не надо, ты отдыхаешь только. Это, конечно, обман. Нет такого. Классная руководительница. Слушайте, я помню свою классную руководительницу. Ее звали Анастасия Ивановна. Это была 175-я школа на Нивках. Это был Киев. Первые три класса я еще при Советском Союзе заканчивал в Киеве. А потом мы переехали в Минск. Черный лебедь читал. Да, и Черный лебедь, и Антихрупкость все читал. Пресс не то, что модно качать. Пресс полезно качать каждый день. Он будет суши раз. И, кроме того, я люблю пресс качать в начале тренировки для того, чтобы разогреть тело. Потому что в районе живота у нас находится много кровеносных сосудов. И когда вы делаете упражнение именно на пресс, это разгоняет кровь из этих кровеносных сосудов по всему телу. Я делаю скручивания чаще всего. Классические, либо обратные. Зеленый слоник, говно редкостное. Не смотрел. Видел отрывки, мне не понравилось. Пресс без спины допустимо качать. Ну, желательно и со спиной делать разгибания, но можно и без. Да, Таллину тоже привет. В Краснодарском крае, кто знает, кто знает, может и будет. Да, метал плюс тест, это нормально. Если ты задрот, ничего страшного. Играйся в игрушку. Найди себе какую-нибудь игрушку. Доту, например, или танчики. Прожили свою жизнь, не умри и все. Ты очистишь мир от себя. Это эволюция. Нет, в Эстонию не планирую. Планирую вот в Вильнюс съездить 28-го. По 9 тысяч часов. Постоянно сонный. Ну, возможно, у тебя проблема с режимом отдыха и работы. Может быть, перетренированность, например. Попробуй отдохнуть от тренировок неделю-две полностью. Старайся найти время, чтобы поспать днем. При протрузии качать спину – вопрос крайне щепетильный, крайне медицинский. Я постерегусь давать советы, чтобы не покалечить вас. Нет, я не смотрел последний бой Хабибова. Пацанские цитаты. Какие именно? Так. Если с детства заторможены, что можешь посоветовать? Ну, не знаю. Подогрей себя чем-нибудь. Денег не всегда мало. Денег мало тогда, когда их нет. После того, как человек начинает зарабатывать… Ну, есть разные пределы удовлетворения базовых биологических потребностей. Вот, допустим, в Штатах я смотрел статистику. Это 20 тысяч долларов в месяц. После того, как человек начинает зарабатывать больше, чем 20 тысяч долларов в месяц, уровень удовольствия, кайфа, счастья у него уже не растет. То есть, есть очень большая разница между американцем, который получает 5 и 10 тысяч долларов в месяц. Или там, допустим, 10 и 20 тысяч долларов. То есть, до 20 он будет чувствовать себя все лучше и лучше, ему будет хотеться денег. Но вот после 20 тысяч долларов, уже там 20 тысяч долларов и 40 тысяч долларов, принципиальной разницы не будет у человека по ощущениям. Как держаться, чтобы не курсануть? Да курсани, чего ты паришься? На семинар ничего не надо, семинар абсолютно бесплатный. Как обычно. Надо уже бабло собирать. Может, в натуре бабло собрать, то есть, снять хоть зал какой-нибудь большой на 500 мест, на 600, а то вечно собираемся в каких-то местах там 150-200 человек. Не хочу коротко подстригаться, зачем мне нравится, как я выгляжу так. Судороги после тренировки спины. Ну, судороги могут быть от того, что либо не хватает каких-то микроэлементов, раз, и судороги могут быть от того, что очень сильная, ну, непропорционально завышенная нагрузка на мышечную группу, два. Снизь нагрузку. Возьми с нас денег. Русский дух. Знаете, что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Дело в том, что у каждого человека есть такое понятие, как инстинкты социальные, социальные инстинкты поведения. И в этом плане мы очень сильно отличаемся от животных, потому что у животного с детства есть инстинктивное поведение, ему не надо это изучать. А у человека очень сложное поведение социальное. И эти инстинкты, их в геноме нет. Он приобретает, когда ребенок, эти инстинкты от своего окружения. Так как ребенок растет в русском окружении, в русском мире, в православном, с определенными ценностями и понятиями, естественно, он это все впитывает, и это постановится его инстинктом. Поэтому, конечно же, вот эти вот нюансы, которые мы называем... Вот этот вот социальный инстинкт, который в нашем социуме прививается людям, он действительно существует. Ну, мы обычно его называем русский дух. Стайру? Стайру, ну, считаю, что нет. Если реально смотреть на вещи, то навряд ли наберешь. Какая медицинская специальность лучше по деньгам? Кардиохирурги хорошо получают. А пластические хирурги хорошо получают. Специалисты по глазам хорошо получают. Много специальностей. Со свидетелями Илькова не общался. После фармы сливают всегда, потому что фарма неестественно стимулирует производство белка в клетках. То есть, только та наполненность жидкостями, питательными веществами, аминокислотами, которые присутствуют в клетке мышечной, она неестественна. Натурально так не бывает. Так бывает только за счет фармакологии. Поэтому, когда человек с фармакологией слезает, у него уходит. Остается только то, что было достигнуто за счет гиперплазии. То есть, если за счет фармы количество мышечных волокон увеличилось по сравнению с исходным, то вот сами волокна, сами мышечные клетки станут меньше. Но за счет того, что их стало больше самих волокон, чем было изначально, это будет определенный такой лимит, меньше которого человек не сдуется. Но мышечные клетки у всех капитально сдуваются после фармы. То, что ты столько спишь, 5-6 часов плюс 2 днем, ну это нормально, вполне нормально. Ты знаешь, потребность во сне, она зависит от многих факторов. Ну, например, потребность сне, она зависит даже от твоего самочувствия, счастливый ты или несчастливый. Счастливые люди спят меньше, несчастливые спят больше. Зависит от возраста. Старикам нужно буквально 6 часов поспать. А молодому телу нужно часов 8, а то и 10. То есть, много факторов, которые влияют на сон. Я обычно сплю порядка 6-8 часов ночью, от 6 до 8, и где-то час днем. Максимум жал, не знаю, ребят. У меня рабочий был максимум, ну там, 150-155. Это вот в пределах там 6 повторений. Как-то раз, помню, летом я залез на 160. Ну, пожалел, потому что пожал там 3 или 4 раза только. И так далее. Как тимаром ноги качать? По хоккею? Наверное, за русских. За кого же болеть на чемпионате мира по хоккею? Скажите мне, там, как бы, вариантов-то больше нет. Последние годы в школе имеют смысл. Прибыль. А вы все считаете прибылью. В этом большая ошибка, господа. Не все в мире меряется прибылью. Ладно, рад был с вами пообщаться. Давайте отдыхайте. Послезавтра, надеюсь, встречусь с вами снова. Всем хорошего вечера.